Орион ВДМ славится своим интеллектуальным потенциалом. Компания проектирует и выпускает. Пресс-формы для изготовления изделия из композиционных материалов, обрабатывает детали для радиоэлектроники и космической промышленности. Работает под оборонный заказ. Сюда трудоустраиваются лучшие выпускники-инженеры. Предприятие оснащено современным оборудованием, не имеющим аналогов на юге страны. О своем разговоре с рабочими вибернатор рассказал участникам экспертной площадки. Я спрошу, сколько вам лет? Он говорит, 75. Следующий станок тоже такой же. Молодой человек, вижу, что молодой, совсем не 75. Сколько вы здесь работаете? Он говорит, 4 года. Его отучили в Германии, в Швейцарии и так далее. Представляете, какой большой разрыв. Если мы сегодня не будем иметь высококвалифицированных инженеров, профессий, рабочих, которые, по сути дела, могут быть уже с высшим образованием, то никакой технологической рубль мы совершенно точно не сделаем. Побывал губернатор и на Новочеркасском электродном заводе, где запустили новую линию пекопропитки для выпуска граффитированных электродов. Сейчас эта продукция самая востребованная в отечественной металлургии. К двум действующим горизонтальным пропиточным автоклавам прибавились еще два. В них двое суток обрабатывался электрод, и гости наблюдали за его выходом. Такие крупные заводы могут привлекать и малый бизнес по субконтрактам. Депутат областного парламента Сергей Подост предложил организовать для промышленных инноваций малого и среднего бизнеса шоурум. Это нацелено как раз для того, чтобы было взаимодействие крупного бизнеса и малого в Новочеркасске. У нас таких много примеров. Вот, допустим, для НЕВЗа, для электродного завода, как раз наши средние и мелкие предприятия, которые входят среди директоров, занимаются разработкой по теме роботизации процессов. И об этом просто мало кто знает. Кроме того, небольшие предприятия – активные участники внешнеэкономической деятельности. С начала года экспорт из Ростовской области вырос на 45%. И власти должны малый бизнес поддерживать. Независимо от масштаба производства, глава должен сопровождать некоторые проекты по созданию или развитию предпринимательства на территории. И тогда он здесь движется. Если у него это стоит, и он утром приходит на работу, и все, значит, он приходит не туда. Нужна малому бизнесу и информационная поддержка. Согласно майским указам президента, основная ставка делается сейчас на предпринимателей, как на силу, которая будет способствовать развитию экономики в стране. Мне, как руководителю муниципальных СМИ, понятно, что необходимо разрабатывать конкретные информационные программы для привлечения предпринимателей в эту сферу и создания положительного образа. Пообщался Василий Голубев и с аграриями. По поручению президента вручил госнаграды 39 специалистам. Медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России». За хороший труд людям нужно говорить спасибо, вручать награды, благодарности, потому что этот труд, тот, о котором мы говорили сегодня, это и продовольствие, и безопасность, и благополучие каждого конкретного человека. Это, собственно говоря, то, на чем всегда стоял и стоит, уверенно будет стоять наша Ростовская область. На сегодня в регионе собрано больше 10 миллионов тонн ранних зерновых. Еще миллион должны добавить. Мария Индрикова, Андрей Токарев, ДОН-24, Новочеркасск.